Эта женщина недавно потеряла племянника. Она воспитывала его как сына после смерти родителей. А теперь сама как будто сиротела. Аза Бекова-Мукушева уверяет, что правоохранительные органы пытаются замять убийство. 14 июня этого года в Алматы Анзора Зелимханова сильно избили. После этого он скончался. По словам женщины, есть и свидетель драки. Но вот только полицейские не спешат дать ход полноценному расследованию. А вскрытие вовсе не показало побоев, а списывает смерть на сердечную недостаточность. Теперь женщина опасается, что дело могут закрыть, а виновники останутся безнаказанными. Все подробности этого дела выяснял Амир Саминвер. Аза Хасмагомедовна до сих пор по утрам заботой раскладывает вещи Анзора. Ей хочется верить, что сейчас он проснется и наденет приготовленную для него одежду. Женщина заботилась о юноше, как о собственном сыне. Мальчик рано потерял родителей. Родная тетка забрала его к себе. Он стал для нее смыслом жизни. В тот роковой день в Алматы четверо мужчин жестоко избили Анзора. Свидетелем этого происшествия мимо проезжающая девушка оказалась. Но когда она уже на красной остановилась, она увидела, что на земле лежит мужчина. И когда он начал подниматься, садиться, то один из четырех его стал наносить удары в затылок. С ее слов нанесли четыре удара, пока она кричала. Когда она закричала, он в ее сторону повернулся. Свидетель запомнила его. Она готова его опознать среди, как она говорит, даже десятерых, двадцатых, она его опознает. Девушка пока бежала, бросив свою машину, она вызвала скорую помощь и вызвала полицию. Врачи скорой помощи констатировали на месте смерть парня. В тот же день тело забрали на судмедэкспертизу. 15 числа в Алмате провели вскрытие. Дежурным экспертом Шадиевым Куандыком было сделано вскрытие. Он дает поспешное заключение, что смерть наступила от сердечно-сосудистой недостаточности и ставит на фоне алкогольной интоксикации. Я потребовала повторного вскрытия. Вот, труп отправили с Алматы, труп в Астану, куда мы и обратились, судмедэкспертизу города Астаны. Далее, значит, вообще дело не рассматривалось как убийство. Только по ходатайству адвоката 16 числа дело перевели в категорию убийства. Результаты экспертизы шокировали женщину. Родственники, омывавшие покойного, утверждают, все тело Анзора было в синяках и ссадинах, но на контакт с пострадавшей стороной следователи не идут. Мною сейчас подана жалоба на имя начальника РОВД Аллатавского района города Алматы, а также в прокуратуру Аллатавского района города Алматы. И сейчас готова жалоба у меня в генпрокуратуру. Я испытываю боль потери. Для меня это большая трагедия. Молодой человек вырван из жизни. Я своего племянника уже не верну. Но вот эта вот бесчеловечность со стороны правоохранительных органов, для меня это бесчеловечность. Я буду бороться до конца. Я сделаю все возможное. Все возможное. Все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы раскачать это следствие, чтобы найти, найти виновных и наказать их по закону. Азахас Магомедовна снова ждет результатов экспертизы. Но на этот раз от столичных судмедэкспертов. Она верит, что специалисты из Нур-Султана установят истинную причину гибели молодого парня и подтвердят факт убийства. А еще тетя Анзора требует, чтобы дело об убийстве ее племянника передали другому следователю, который будет готов искать правду вместе с безутешными родственниками. Мы же, в свою очередь, отправили официальный запрос по этому делу в Министерство внутренних дел и в Генеральную прокуратуру Казахстана. О результатах столичной экспертизы и что нам ответят правоохранительные органы, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «Народный контроль». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!